Здравствуйте! Есть такая задачка простенькая для школьников, которые начинают изучать механику, то есть движение тела. И вот задачка она из кинематики. Как летит брошенное под углом горизонту тело? Тело летит брошенное под углом горизонту, вот вы его бросили, а дальше начинается абстрагирование от реальной действительности. Вы пренебрегаете сопротивлением воздуха, считаете, что горизонтальная составляющая скорости не меняется, меняется только вертикальная, потому что она же вертикально вверх направлена, а верх тела летит и замедляется, ускорение свободного падения замедляет, а пока оно тут летает вверх-вниз, оно пролетает вперёд. И вот легко посчитать, задачка решается, получается, что дальность полёта пропорциональна синусу двойного угла, синусу двух альфа, альфа – это угол, по которому бросили. Максимально когда? Когда 2 альфа 90 градусов, то есть бросать надо под углом 45 градусов горизонта, и тогда наибольшая дальность полёта есть. Вот, это такой вот известный рассказ. Близко к этому, значит, близко к этому, ну так это мы школьникам объясняем, значит, траектория стрельбы из миномёта близка к этому. На самом деле, точные таблицы стрельб, они иные, они не такие. Дело в том, что сопротивление воздуха влияет на полёт снарядов, причём быстрее летит снаряд, тем сильнее оно влияет. И когда вы бросаете тело, оно летит немножко не по параболе, она как бы вот, это парабола такая вот смятая в конце, да? Вы знаете, вот так вот парабола, так джик-джик красивенько, а это вот так вот джик-джик-джик, и она падает почти что сверху, да? Вот. Между прочим, тут ещё один фактор начинает играть роль – изменение плотности воздуха с высотой. То есть, если вы его быстренько запулите на большую высоту, скажем, километров 10, а там уже воздух разреженный, там улететь легко и красиво, и приятно, вот. Так вот, значит, есть такое понятие сверхдальней артиллерийской стрельбы, и там снаряд летит уже там вот в очень разреженных слоях атмосферы. Ну, даже можно сказать, что где-то вот почти в тех местах, где спутники летают, да? Почти что где-нибудь километров может быть на 70, на 80 может подняться, но есть такие опыты сверхдальной стрельбы. Вот. И там он летит почти без сопротивления воздухом, летит себе и летит. То есть, вот какие разнообразия траекторий. А вот самое первое, самое простое, вот эта задачка, долго на ней люди ломали голову, долго не могли понять, как же движется вот этот брошенный под углом горизонту камень, или ядро, выпущенное из пушки, значит, в средние века один из ректоров Сорбоны, звали его Буридан, он посигнул на авторитет Аристотеля. В Аристотеле было сказано, что все тела, значит, тут у нас, значит, движутся, если на них действует сила. Это на самом деле не так. Вот, например, шарик, который вы, значит, катите по бильярдному столу, бильярдный шар, на него, в общем-то, какая-то сила, которая помогает ему катиться, не действует. Ну, сила трения, наверное, на него действует, качение, и всё. Камень, который вы бросили под углом горизонта, все силы только мешают ему двигаться. Сила тяжести к земле его тащит, сила сопротивления воздуха тормозит его, да, кто же его подталкивает. И вот он, размышляя об этом, пришёл к выводу, что дело всё в том, что когда мы бросаем тело под углом горизонта или с пушки выстреливаем, то происходит следующее. Значит, мы ему сообщаем побуждение к движению, импетус. Понятное дело, что ни про какие дифференциальные уравнения он понятия не имел, и, соответственно, не имел никаких понятий про законы Ньютона. И поэтому решил так, вот сообщили телу импетус, тело движется по прямой до тех пор, пока импетус весь не кончится. Кончился импетус, тело падает сверху. Ну вот, в конце концов, в точке зрения Буриданова забладала, на точке зрения Аристотеля, и решили, что снаряд из пушки летит вот так, по прямой. Как только импетус кончается, он сверху падает на позиции врага. Вот так вот была устроена раньше стрельба из орудия. Кстати говоря, первая трагедия учёного Никола Тартали, это 16 век, Италия, он вообще был, так сказать, из простых, малообеспеченных людей, у мамы денег не хватило учить его в школе, он самоучкой, в конце концов сдал экзамен, получил право преподавать математику. Ну, в общем, такой человек, сделавший сам себя, да, the man made himself. И вот этот самый the man made himself, он, в общем-то, сделал два в науке открытия. Первое открытие – это вот как раз то, что тело движется по параболе, брошенное под углом горизонта. Но к тому времени скорость ядер, выпущенных из пушек, стала уже выше, и поэтому полёт пушечного ядра стал больше напоминать ту траекторию, что ему предписывал Буридан. Вот это самое смятое с одного конца парабола. Вот это был минус, конечно, против его фамилии. То есть его открытие осталось чисто теоретическим. Чисто теоретическим, потому что на практике его применять было бессмысленно. Ну, если только камнями кидаться, а из пушки стрелять уже это не работает. Таблицы стрельб нужны. Но у настоящих артиллеристов есть таблицы стрельб. Экспериментальные кривые, в зависимости от навески пороха, от какой снаряд, это целая таблица стрельб. Называется такое. Почитать для развлечения очень приятное, говорят, занятие. Артиллерийские офицеры в короткие минуты досуга, или в короткие часы досуга, они, значит, коротают время, читая таблицы стрельб. По крайней мере, вот в одном советском радиоспектакле именно так было. Я говорю, пойду, почитаю таблицы стрельб. Вот такой вот правильный советский артиллерийский офицер был. Теперь вторая трагедия Никола Тартали. Значит, знаете, есть кубические уравнения. Вообще говоря, кубическое уравнение – это то, что я предлагаю своим студентам в качестве пробной задачи, для того, чтобы решить вот это вот как трансцендентное уравнение. Методом подбора корней. Только чтобы компьютер вам подобрал корни. Есть там всякие методы деления пополам, дихотомии, золотого сечения, хорд касательно, каких только нет. И вот искать корни кубического уравнения. На самом деле, я им немножко не открываю правду. Никола Тартали придумал метод замены переменных в кубическом уравнении. Он непростой. Никола Тартали – это трагедия. Придумал он его, и после этой замены переменных удается получить решение вот этого кубического уравнения. Три корня можно найти. Ну, все варианты, вот, оба корня действительные, все три корня действительные. Ну, очень интересно, но вот такой вот вещь. Так вот, значит, он это дело по секрету рассказал другому математику итальянскому – Кардано. Только ты, говорит, никому не говори. Ну, говорит, ну, конечно, кремень, сказал ему Кардано. Который, кроме всего прочего, придумал карданный подвес, мало ему. Но он еще опубликовал эту формулу. Теперь все знают, что это формула Кардано. Вот это огромная четырехэтажная формула. Такая вот написана на иллюстрации в детской энциклопедии, которую я знакомил с математикой. Вот она, формула Кардано сидит величественно, так сказать, Кардано в таком итальянском кресле эпохи Возрождения. Рядом тут его ученики. И один из учеников ставит последнюю точку в этом уравнении на доске. Он так величественно смотрит. А вот Никола Тарталья. Как Тарталья, так значит Каналья. Помните, у нас во всяких там сказках псевдо-итальянских, которые у нас, значит, любили раньше рассказывать, экранизировать, играть в театрах, там обязательно злодей был Тарталья. Вот так вот жизнь-то сложилась у Николы Тарталья. Ну вот, такие вот дела. Ну сейчас у современных наших людей тоже жизнь непростая. Все эти наши ученые, они делились на два разряда. Первый разряд это был ученые открытые и физики засекреченные. Вот у засекреченных физика там хуже. Вот я вам рассказывал, как пояса Ван Алина носят название, это традиционные пояса американского некого ученого, хотя открыл их кто-то безымянный, советский, обрабатывая результаты, полученные с нашего второго спутника советского. А мы его знать не знаем, этого человека. Все даже не представляем, кто это. Как он выглядит. Мужчина это или женщина. Старый он был или молодой. Да, ну вот и я тоже подошел к развязке. Я тоже из тех физиков засекреченных. Сейчас я вот не имею возможности зарабатывать себе на жизнь преподаванием, потому что ковид, потому что самоизоляция. А преподавать я не рискую очно, потому что, говорят, тут мемента моря, говорят. Моментально в море. Поэтому я прошу у вас денег. Внизу есть номер моей Сбербанковской карточки. Для иностранцев есть PayPal, как туда послать. Donation Alerts есть для всех. Есть номер счета в Сбербанке со всеми реквизитами. Туда можете переводить. Даже в указание дать банку регулярно переводить. Можете стать спонсором моего канала. Есть кнопочка такая. PayPal я вам сказал. Яндекс.Деньги, Киви, кошелёк, кошелёк ВКонтакте. Это вот наша отечественная, сколько я понимаю, приблуды финансовые. Так что жду от вас поддержку, иначе пропаду. Хуже, чем Тарталья. Про Тарталью хоть можно где-то прочитать, а про меня ни черта.